В финале 18-го Омского областного турнира КВН среди школьников в борьбу за право считаться самыми смешными и артистичными вступили семь коллективов. Уже по визиткам команд стало ясно, что готовились ребята основательно и старались найти новые способы сделать свои юмористические зарисовки максимально оригинальными. Например, коллектив ВВ привлек к участию в раунде своих мам. Нешмакодявки задействовали младший состав, а команда на пределе отличилась тем, что угостила членов жюри пиццей и обыграла это в своем номере. О, написано чё-то. Как углянить коридор химика, что прям-то KFC? Ребят, а вы пиццу заказывали? Нет. Да, заказывали за этот столик, пожалуйста. А кто расплачивается будет? Тимофей Александрович. Денис. Чего там всего две сотки? Денис. Ну пусть Щукинам скинутся, по сотке получится. Денис. Да чё ты, Денис, Миш? Денис. Майданов. Денис. Серьмариной подруги тебе, Денис. Денис Забачевый. Для фристайла финалистам нужно было подготовить юмористические номера с привлечением известных людей Омска. Разумеется, в большинстве случаев это были их более опытные коллеги из региональной лиги КВН. Ярик, ты чемпион Омска региональной лиги, а сейчас играешь в школьную. Как его так низко пасть? Ну, во-первых, не пасть, а рот. Эх, ребята, не разбирайтесь в юморе, как и я. Приглашенной звездой команды «Гитара» стал один из ведущих молодежного центра «Химик» Артур Бебешев. Артур Бебешев, вот у меня для вас есть предложение. Вы же ведете банкеты, юбилеи и другие торжества. У меня скоро свадьба у сестры будет. Не могли бы вы женихом стать? Тут проблемка одна есть. Сестра у Матвея. Под копирку на него похожа. Но это на самом деле не проблема. И то, что я жена, тоже решаемо. Что, делаем дальше? Не шмакодявки показали юмористическую зарисовку совместно с солистом группы «Старое кафе» Евгением Зайцевым. По улицам Омска машины бегут и смотрят куртыш наши скверы и здания. Не шмакодявки, где вы? Вы тут! Ведь вас пригласил КВН на свидание. Омские зрители, омские зрители и наши судьи из зала смотрящие. Здесь порождаются новые звездочки, юные таланты настоящие. Ну а команда «На пределе» сделала героем своей лирической зарисовки президента Омской региональной лиги КВН Тимофея Назарова. Тимофей Александрович, знаете, в последнее время среди омских команд актуально закладывать капсулу времени. Мы так подумали и тоже решили под вашим креслом заложить бомбу. И у нас условия. Либо вертолет и миллион долларов, либо чемпионство в школьной лиге. Нет, если второе невозможно, от первого мы тоже вполне не откажемся. И, видимо, это все-таки сработало. Воспитанники ОМЦ «Химик» команда КВН «На пределе» впервые стали победителями школьной лиги КВН. Это, наверное, самый долгожданный момент был сегодня, долгожданная победа. Мы очень долго к этому шли. Мы, правда, не спали ночами, писали шутки, иногда школу пропускали. Учителя, не ругайте нас. Мы все это ради КВН делали. На самом деле КВН – это вторая школа жизни. Я очень многое мне дал, так сразу не перечислишь. Но на самом деле это большого стоит. Второе место взяла команда ВВ. А бронзовыми призерами стали дебютанты в школьной лиге коллектив «Лукерия». Это, наверное, просто удача. Мы сначала думали, что мы ничего не займем. Но это была просто бомба эмоций, взрыв. Все радовались, все кричали в зале, наши друзья. И мы рады, в общем, очень рады. Даже если это третье место, мы первый раз в КВН, первый год. И это большое достижение для нас. Нельзя не отметить, что школьники смогли в своих выступлениях обыграть самые разнообразные темы. От политики до вечной проблемы отцов и детей. Не уступая уровню региональной лиги. Школьный турнир, так получилось. Это был первый турнир, с которого начинала работа Омская областная лига КВН. Он уже идет в 18-й год. И каждый год приносит что-нибудь новенькое. Меня очень порадовало в этом году большое количество команд из районов Омской области. Мы с этого года, с прошлого года, начали проводить в муниципальных районах области специальные мероприятия, которые называются фестиваль Омская глубинка. И, ну, как нам кажется, это уже дает свои плоды. Ну и добавим, что те, для кого этот финал был последним выступлением в школьной лиге, с КВНом не попрощались. Уже скоро мы сможем увидеть выпускников школьного дивизиона в региональной лиге КВН и стартапе. Редактор субтитров А.Семкин